Приветище! Это Гидронир, и мы продолжаем. Ехал я сегодня с утра по этой дорожечке, и вдруг заметил, за этим камнем сидит заключённый. Я к нему подъехал и присоединился. Думаю, дай погляжу, куда же ты смотришь-то, а, негодник? А вон там же находится моя рудня, моя ферма. Он, наверное, позарился на мои помидоры. Его кандалы на ногах говорят о том, что этот типок опасный. В общем, смотри мне тут, чтоб не косячил, у меня дома там серб с лопатой есть, я тебе наковыляю. А я поехал на рыночек. Здорово, бородач! Чё, опять супчика хочешь? В этот раз чисто на помидорках. Заехал, короче, за семенами, потому что помидорок нам нужна огромная куча, будем делать помидорную ферму. И решил по пути заскочить в место, про которое мне уже давно говорят. Это здоровенная гномская шахта. Отправляемся в гущу. Очень жарко... О, лифт приехал, отлично. Как он быстро. Значит, внизу лава, здесь очень горячо. Наверху холодно, а внизу горячо. Жарко, точнее. Вау, ты посмотри на это. Лава течёт рекой. Внизу вообще капец. Не обращай на меня внимания, я просто шучу. О чём ты шутишь? Ты не похож на комика. И на стендапера ты тоже не похож. А размеры-то какие-то, посмотри, какие... А, а статуи-то какие огромные. А это здоровенная наковальня, чтобы что-то ковать. Сейчас сверху посмотрим. О, рычажок. На рычаг я пока нажать не могу. Тут у нас отливка. Отливается всё это сюда. О, тут у нас инструкция есть. Значит, смотри, берёшь какую-то штуку, кладёшь её сюда. А, я тоже... То есть в отливку вот в эту здоровую я должен слитки какие-то положить свои. Потом нажимаешь на рычаг, и это всё отливается вот в эту штуку. Поскольку внизу мы тоже можем бродить, в принципе, можно сделать, знаешь как. Можно-можно вот так вот. Тут... А, я промахнулся! Нет, только не в лаву. Ой, 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 ой. Больно, пяточки. А, горю. Ммм, потничком запахло. Так, значит, мы внизу. Неудачно спустился, конечно. Я хотел по домикам вот так, хоп-хоп, спрыгнуть и вниз. Но вышло как вышло. Там дверь закрыта, нам туда не надо. Удивительно, что лава не совсем сожгла мои ноги. И вообще такое ощущение, что в моих генах течёт кровь гномов, поскольку я вообще стою на лаве. И мне пофиг. Дед в трусах не просто... Ой, а чё это у тебя там по трусами? Ты чё? Кажется, пукан всё-таки подгорел, мальца. Пятки не горят, а пукан горит. Оказывается, тут ещё и собственный магазинчик есть. От той наковальни мы бежим сюда. И тут у нас инструменты и экипировка. Всё для наших важных рудокопных дел. Спасибо, что зашли. Ну да, я, видимо, тут один-единственный, кто к тебе зашёл за всё время. Конечно, конвейеры. Всё это за обычные монеты. Куча конвейеров. Трубы второго уровня, фильтра. Вообще всё-всё-всё, что необходимо, тут есть. О, а это же формы. Это же те самые формы, которые мы можем отливать на той здоровенной наковальне. Модель скоростного насоса из кованого железа. Модель дробителя из кованого железа. То есть, смотри, это всего лишь моделька. Мы ставим её на наковальне, выливаем и получаем полномасштабную дробилку. Конечно же, тут и сейфы продают, чтобы твоё драгоценное железо не уперли. Ну что, я тебе хочу сказать. Мы сюда обязательно вернёмся после огородничества. Сейчас на первом месте огород. Ну как тут мой огородик? Он подрос и высох. Я думаю, что завтра уже могут быть помидорки. Если бы я это пораньше полил, может быть, даже сегодня они были. Мать честная! Я свой фонарь и шлем скинул в воду, и он потух. Слава богу, он работает. Я уж думал, всё, капец, я его сломал. Думаю, что можно идти спать. И спать я буду сегодня на улице. В общем, хочу прикупить себе факелов, несколько штук, чтобы поставить возле огорода. Один у нас станет... О, прям по низу можно сделать. Прикольно будет смотреться. Вот так вот. А другой где-нибудь... А, тоже с этой стороны шлёпнуть его можно, в принципе. Повыше только поднять. Можно даже здесь. О! Зажигаешь. Ну, думаю, ночью мы всё это дело проверим. А, кстати, об него обжечься можно? Это реально вообще, если я на него встану. О, боже! Я горю! О май гарабл! Внутри меня огонь! А спина дымится! У меня, короче, созрела одна идейка. Как сделать автополивалку. И надо сегодня это опробовать. Короче, отлил кинжал. Сейчас мы его побежим продадим. А на вырученные деньги я куплю огромную кучу труб. Вот я и приехал. С туевой кучей труб. Значит, вот эти трубы... Вот это я снимаю. Оно нам понадобится чуть позже. От этой трубы я тяну длинную... Помидорки позрели. Как это шикарно! Сколько ты! Посмотри, сколько томатов! Обалдеть! В общем, возвращаемся к трубам. Трубы тяну сюда. И они... Видишь, вон там вот с неё капает водичка. Вот здесь будут капать. И поливать мне грядки. Должно сработать, в общем. Ну что, мои сладенькие, приступим вас снимать. Раз томатик. Два томатика. Здесь тоже два. Тут тоже два. Прям как хорошо попёрло-то с томатами. Тут три вообще! Сколько томатов! Обалдеть просто! Сейчас в тазик все томатики поскидываю. Вот ты какая аномальная! На свеколочку похоже! Боже ж ты мой! Почему от первого лица нет вот такой руки с томатом? А по факту мы имеем невидимую руку и витающий помидор. Сейчас, короче, надо будет взвесить весь этот тазик, чтобы посмотреть, сколько у нас всего помидор. Итак, помидор у нас на 16 килограмм. Это, конечно, маловато. На все заказы не хватит, к сожалению. Выкладываю все томатики сюда, чтобы каждый взвесить. И самый жирный отправить в суп, а самый дохленький на семена. 1,26. Ну, такой! 1,11 на семена пойдет. 1 килограмм почти ровно на семена. Ну вот, собственно, я все тут отсортировал. Значит, вот эти четыре у нас отправляются на семена. Они там еле-еле килограмм с копейками. Не такие увесистые и жирненькие. Пойдем из этого добра семена делать. Ой, как хорошо! Сколько там у меня по итогу? По итогу? А почему четыре семечка? Почему это четыре семечка? Мне с одной помидорки по два дала. Так. Вообще нехорошо вышло. То есть я четыре помидорки и четыре семечки получил. Вообще невыгодно. Ну что? Как же это так-то? Вот, 1,39. Походу, это баг игры. То, что я сразу с копом четыре скинул, поэтому мне дали не два семечка, а по одному за каждое. Ну-ка. Не, да что за фигня-то? Почему по одному? В прошлый раз по два давали. Видимо, чем тяжелее помидор, тем больше семечек. Скорее всего, логика такая. Что ж, придется это проверить. Берем вот этот томат. Сколько он у нас весит? 1,77. Ну-ка, пошли. Два семечка дадите мне за него. Да. Короче, все, что больше одного пятидесяти, дает по две семечки. А все, что меньше, по одной семечке. Эх. Знал бы я это раньше. Ну, кстати, ночь наступила, факела справляется довольно-таки светло. А сейчас я отправляюсь за кухонным столом, потому что, как мне пишут, негоже на полу готовить. Это же не гигиенично. Антисанитария. Угробишь всю деревню кишечной палочкой. Я думаю, что я, конечно, мог бы купить и вот такой вот столик, как тут стоит. Он крутой, со скатерью такой, королевский, да? Но на кой мне сдался? Я тесаком буду по нему орудовать, и вот такой вот мне более-менее подойдет. Тем более он стоит вообще 70 монет. Ох, придется везти стол таким образом. Слушай, ну это как защитное стекло, как корпус. Можно даже каску не надевать в таком виде. А еще было бы неплохо факела прикупить. А то смотри, как тут у него светло. Это же капец. Вот это освещение, вот это я понимаю. Дорого, конечно, но зато эффективно. Ну вот и, я надеюсь, все ликуют, кто голосовал за столик. Теперь мы будем здесь кухарничать. Вот. Столик есть, и сачок у нас приезжает теперь сюда. А то и все на наковальне, да наковальне. По-моему, зачетно смотрится. Стол по пупку, значит высота отличная. Факелы. Куда бы их и как бы пришпандорить. На пол они пойдут. О, их на пол можно поставить. Отлично, вообще решение будет у нас сейчас. Прямо так вот поставить. Это гениально, в воздухе их. Да ладно. Что-то освещения как-то маловато от них. Так же, как от этих факелов. Что, зря бабки потратил, что ли? Это говнище. Ну, а теперь приступаем к нашему автополиву. Водопровод подведен. И сейчас у нас начинается самое сложное. Нам нужно очень грамотно попадать капельками прямо под лунку. Ага. Значит, еще надо наращивать. Окей. Смотрим сейчас. Ну вот, на одну лунку попадает. Это хорошо. А на вторую нифига. А чтобы на вторую тоже попадал, я думаю, вот это вот можно перевернуть. Вот таким вот образом. Во! И сразу же поливается. Огонь! Ну, и теперь таким же образом дальше. Черт, сюда не попадает. Ого! Пока я за трубами бегал, тут уже помидорки проросли. Шикарно. А я продолжаю свой автополив делать. Я потом луночки под эти капельки все переделаю. И будет все четко поливаться. Единственное, что вот этот ряд, он кривой, косой. И, короче, сейчас его придется пока вручную поливать. Потому что я делаю вот этот разворотик. Ряд лунок вот тут вот должен был идти. Вот на последнюю попадет. А все остальные мимо. О, сюда попало. До последней не дотянулось. Мы сейчас, смотри, что сделаем. Вот так вот. Вот и все. Автополив готов. Осталось только, знаешь, что? Вентиль поставить. Куда мы его поставим? Ну, наверное, где-нибудь тут сверху. Вот таким вот образом. Чтобы вода зря не текла. Сейчас мы все перекрыли. Подачи нет. А когда нужна водичка, мы открываем и все поливаем. Отлично. Просто шикарно. Собираем урожайчик, который уже поспел. Блин, единственное, что с этими трубами их надо было повыше поднять. Неудобно тут ходить. Я башкой бьюсь. Зараза. Не продумал этот момент. Значит, первый мой заказ, который на доске висит, это томатный суп 8 килограмм. Примерно как-то так. Вот. На 8 есть. Сейчас я еще пойду проверю. Это не то. Вот. 8 килограмм. Теперь это все красивенько тут выкладываем, чтобы удобно было порезать. Почикать. Я думаю, что вот так вот. Берем наш тесачок и приступаем к готовке. На самом деле, тут бы тоже факел нам не помешал. Отлично. Блин. Босыми ногами и на стол это же тоже не гигиенично. Ну ладно, ничего страшного. Никто об этом не узнает. Закидываем все в бульон. А, стол! Блин, надо стол прикрепить. Я стол потерял. Где он? Вот он. Чуть не обосрался. Думал, куда же он делся. Сейчас его закреплю, чтобы таких инцидентов больше не происходило. И сюда, блин. Что выскочил-то? Где там мой молоток для крепления мебели? Все, больше не убежит. А, кстати, а где миска? Миска, миска, миска. Куда я миску делал? Одну единственную на всю деревню миску. Блин, она же тут где-то была. Как я ее мог просрать? Зараза, у меня походу миску стырили. Здорово! Мне срочно нужна миска. Желательно несколько штук. Благо, они не такие дорогие, поэтому я возьму две. Так, значит, выливаем супец, который мы сморганили. Единственное, я не помню, кому этот супец нужно отдать. Сейчас, может, тут написано, кому я что должен там. А, Агнес! Окей. Но прежде чем я к ней поеду, можно еще один супец сварить. Тут у нас что? О, 11 килограмм. Это многовато будет. Три. Три помидорки. Вот это нормально. Здесь два тоже, наверное, пойдет. И здесь что у нас? Два и пять. Вот. Можно три заказа, либо один сделать. Здесь жетонов больше. Тогда, наверное, один лучше. Кстати, у меня там уже все подсохло. Надо все полить. Сейчас повернем в вентиль. Вот и все. Все полито, за исключением трех. Ага. Можно, в принципе, даже не выключать. Вода у нас не кончится. Но вот падающие капельки воды, они дико раздражают. Точнее, этот звук раздражает. А вот еще один какой вопрос у меня, знаешь, назрел. Если я сейчас поставлю вот здесь вот где-нибудь свою лейку. Включу вот это все дело. Лейка наполнится. Лейка-то наполняется. Круто. Можно даже теперь не бегать к речке, чтобы наполнить лейку. Это как под кран с водой запихал и все. Мне же за эту разработку премию дадут. Надо понять. Нет, я думаю, что мы помидорок на 11 килограмм точно не наберем. Несмотря на то, что у меня тут самые толстые помидоры остались. Сколько у нас всего их? 7 килограмм. Шорт по дыре. Надо ждать, когда томаты вырастут. Окей, я тогда пойду подремлю немножечко. Ложусь спать. Ой! Прямо под своими труханами. А что, кстати, у нас по золоту-то уже, а? Соточка есть? Нам же надо кинжал на 200 золотых сделать. О! Тут уже почти 200 есть. Обалдеть. Нифига себе. Ладно, ладно, ладно. А что одно золото-то? Смотри, одно золото идет. Нифига себе. А, нет, вот и не золото пошло. Так, значит, мы до 200 здесь вот копим, чтобы вот этот слиток потом на что-нибудь другое пустить. И все. Кинжал 200 килограмм у нас есть. Ой, а тут-то у меня что происходит вообще? Как это так? Сейчас я магнитиком все это делаю. Вот так вот. Кустик с помидорками поспел. Шикар. Прямо передо мной еще один. Сейчас, походу, начнет созревать все остальное. Смотрим. 10.94. Почти 11, но этого недостаточно. Надо будет один томат заменить, чтобы было ровно 11. Вот это, допустим, мы кидаем, а вот этот убираем. О, 11.07. Прямо как надо. Все. Значит, делаем заказ на 11-килограммовый супец. Это ж сколько супа, да? Ужас. А прямо в тазике можно порезать? Прямо в тазике режется. Шикарно. Все, кажется, все порезал. Правда, у меня повываливалось тут куча. Из всего. Так. И вот так. О, так оно же все плюсуется. Из всего, что я нарезал, вышло. Ну-ка. Сейчас я проверю. На грязные весы. Ничего страшного. Один... Все стаканулось в одно. Это ж круто. А, воду забыл. Воду. Сейчас. Нет проблем. Вода у нас теперь тут по-другой. Надо, короче, сделать этот. А, низко не могу кастрюлю запихать. Зараза. Ладно. Я сейчас лейкой наберу. Надо, короче, кран сделать. На кухне. Это будет классная штука. Давай, набирайся. Еще помидорки позрели. Шикарно. Заливаем водопроводную воду еще, да? О, как и надо. Следующий заказ у нас. Это три килограмма. И... О, какое число. Три тридцать три. Ничего себе. Вот это да. А тут, кстати, супец-то у нас уже сварился. А что супец не варится? Я что-то не понимаю. А что случилось? Уже давно должно было свариться. Что? Что? О! Вот, теперь сварилось. Уливаем все это дело сюда. Главное теперь миски не перепутать, зараза. А, в принципе, на них написано же. Вон, 8,2 и 11. Все. Не перепутаю. Ох уж это моя мечта. Заработать денег на теплицу. Может быть, хотя бы наполовину я уже заработаю сегодня. Так, кажется, что вот тебе, да, что-то нужно. Блин, ты тоже заказ даешь? Да что ж такое-то? Кому я должен супы отвезти? Вот тому типу, наверное. Тебе 11 надо было, да? Ты очень дорого заплатишь мне. Ну-ка. Да, 11,5. 11,5. А, у меня же нет 11,5. Блин, вот это я лошад. Ну, давай посмотрим. Он не берет его. Он не берет эту тарелку. Зараза. Я оплошал. Как я так лоханулся-то? Ладно, а 8 килограмм кому я должен был? О, барышня, тебя я должен был покормить, нет? Во, нашел ее, наконец-то. Держи. Приятного аппетита вам, мадам. Еее, 86, отлично. Так, я все-таки вернулся к этому бородачу. И хочу попробовать ему еще раз дать тарелочку. Пожалуйста. Фух, он хотя бы его не съел. Он оплевался, сказал, что это не то. Хотя это томатный суп, просто там чуть меньше килограмм. Какое прибередо, ужас. Мог бы мне просто поменьше заплатить. Есть одна мысля. Может, я сейчас сварю супец и сюда долью? Недостающее количество. Сейчас попробую. Сварился. Ну-ка в мисочку. Блин, нет. Дополнить суп никак. Это прискорбно. Еее. Ну, а эта миска у нас будет стоять, тухнуть и ждать своей очереди. Значит, 2,5. У нас где-то даже заказ был на 2,5 ровно. Во, вот он. О, миска перевернулась, елки-палки. Что ж я так неаккуратно-то? Чувак, я тебя очень быстро нашел. Это круто. Держи. Нет. Нет. Бензин закончился. Боже, что мой. Хорошо, что это в городе случилось. Ладно. Пойду куплю ведро. Хватит там подсасывать бенз. Так, 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 ведрышко. Я надеюсь, вы тут продаете ведра? Да. Есть, есть, есть ведро. Отлично. Я его покупаю. Монетки сюда кладу. Блин, так не получается. Ну, ладно. Сейчас самое главное квадрик заправить. Еще повезло, что есть вода рядышком. Это прям капец. На, жри. А можно ведро обратно сдать, товарищи? Мне как бы оно нафиг не сдалось. Ладно, давай вот эти монеты объединим. Фермерские. Посмотрим, что у нас тут вообще получается-то уже. По денюжке. 186. Прилично, прилично. Итак, осталось у нас 220 монет. Это на... На 4 миски примерно. О, даже на 5. Круто. Круто. Покупаем на все. Теперь я много кормящий отец этой деревни. Голодных ртов становится все больше, а я жаловался, что нет квестов на фермерские монеты. Фух. Что-то я подустал. Я думаю, что завершающим заданием на сегодня будет кинжал в 200 килограммов. У нас что-то набралось 200 килограммов? Чуть-чуть не хватило. Эх. Ладно, я думаю, мы сейчас добавим. Не страшно. Вот так вот. Теперь это все выливаем сюда. Получается, что у нас слиток 197. Мы сейчас вот этот вот распилим. На маленькие-маленькие кусочки. Так, это получается 50. Это 25. 12,5. И вот этот кусочек нам нужен. Ну-ка, смотрим, правильно я все взавесил, сделал. Иди сюда. 3,28. Отлично. То, что нужно. Закидываем все еще раз сюда. Держи. Поливаем. Проверяем. Ну, по-моему, 200 было. Даже с лихвой там. 201. Еее. Он у нас есть. Он у нас есть. Раскаляем. Есть. Кинжал в 200 килограмм. Боже мой, я его сделал. Спустя столько времени. Поехали, обрадуем же этого охранника. Держи, друг мой. Все. Все, он счастлив. Благодарствую. Он, он, он открыл мне врата. Ты это видел? Обалдеть. Мы можем сюда пройти. Здесь чуваку надо меч сделать. За 18 тысяч. Ты гляди, сколько тут. Медная руда, золотая. Вау. Вау. А тебе что? А ему суп нужен. Из брокколи. И вот это вот. Я не знаю, что это такое. Это редиска, наверное. И тогда он мне даст 4685 фермерских монет. Вау. Но, блин, весь прикол в том, что такого количества я никогда не выращу. Это слишком много. А наверх не залезть никак. Ну, елки-палки. Что вы меня разочаровываете? Я хотел наверх... Хотя я могу наверх залезть. Я просто об этом никому не скажу. Там, кстати, чувак стоит. А, я понял. Чтобы сюда пройти, мне нужно вот двух охранников накормить. И тогда меня пустят на второй этаж. Потом мне надо будет покормить этого чувака. И вот он, король. Маленький король, которого, скорее всего, нужно будет очень вкусно покормить. Ну, а то, смогу ли я добраться до короля, ты узнаешь только через несколько серий. Поэтому, если не хочешь это пропустить, то подписывайся и ставь лайк под этим роликом. И тогда мы увидимся и узнаем, что же хочет король. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Увидимся в новом ролике. Субтитры сделал DimaTorzok